Николай Пирогов был первым во многом. Такими вопросами, как реорганизация госпиталей, топографическая анатомия, сестринское движение, наркоз, создание гипсовой повязки, до него не занимался никто. Полевая практика началась для Николая Ивановича в 1847 году. Он отправился на Кавказскую войну, чтобы испытать там разработанные им новые методы операции и анестезии. Именно на Кавказе он совершил первые в истории операции с эфирным обезболиванием в полевых условиях. В Крымскую войну Пирогов стал главным хирургом осажденного Севастополя. Здесь он начал медицинскую подготовку сестер Милосердия. Спасая раненых, хирург впервые использовал гипсовую повязку. Изобретение было настолько актуально, настолько нужно, что до сих пор практически в любой больнице, в любом травматологическом отделении гипсовая повязка применяется. И широко применяется, и никакие современные пластмассы не могут заменить ее удобства, легкости, и то, что через нее проходит в воздух, рана не загнаивается, дышит, как говорят врачи, и поэтому до сих пор применяется. В Севастополе знаменитый хирург применил принципы медицинской сортировки. Перед тем, как определять раненых на лечение, их осматривали на перевязочном пункте. Было три группы больных. Тяжело раненые, которые требовали оказания помощи немедленно. Раненые, которые могли немного подождать, и те, кому врачи уже не могли помочь. Принципы вот этой пироговской сортировки, они тоже живы практически до сих пор. Тоже живы и применяются не только в вооруженных силах России, не только в вооруженных силах бывших стран СНГ, но и по всему миру. Николай Иванович ввел новую дисциплину – топографическую или ледяную анатомию. Благодаря этим исследованиям стало возможным выпустить иллюстрированное руководство для хирургов. Разработки Николая Пирогова стали незаменимым вкладом в оперативную хирургию. Благодаря его работе были спасены тысячи жизней. Людмила Замятина, Севинформбюро. Продолжение следует...